Я очень рад приветствовать наших гостей, которые приехали, нашли возможность приехать к нам в стены нашего учреждения. Нам очень приятно, потому что то общество, которое представляет сегодня конференция, оно более 50 лет организовалось в Ленинграде, это Ленинградо-Ленинградская область, оно зарождалось в стенах этого учреждения. В стенах этого учреждения и этой аудитории был Николай Николаевич Петров, все основатели нашей отечественной онкологии. И тема нашего сегодняшнего мероприятия, она созвучна с тем, чем занимались у нас в институте. Здесь 70 лет назад был создан первый лекарственный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями, поэтому нам очень приятно. Сейчас наше учреждение очень много проводит мероприятий в течение года, их порядка 30 крупных мероприятий. Вы видите здесь все наши мероприятия, они транслируются. По сути дела можно включить компьютер и присутствовать, но нам очень приятно, что вы здесь находитесь сегодня с нами вживую, потому что нет ничего более важного, это общение. Одно дело послушать, а другое дело обсудить, задать вопросы. И, к сожалению, вот этого общения живого и принятия консолидированного решения в результате обсуждения нам сейчас не хватает, хотя наши технологии позволяют сейчас хорошо общаться друг с другом и на удалении. Мне очень приятно, что сегодня вот с нами в рамках нашего петербургского онкологического сообщества еще работает ассоциация онкологов северо-запада. Эта организация объединяет юридические лица, это по сути онкологические учреждения объединены для того, чтобы лучше, ну, конечно, сколько у нас учреждений, 11 субъектов. У нас сейчас и 11 всего лишь членов. Но, тем не менее, наличие такой ассоциации онкологов северо-запада, понимая, что нас территориально и как-то административно объединяет, позволяет решать ряд насущих вопросов перед администрацией и вопросов, касающихся нашей стандартизации, нашей работы. И формат, который мы сегодня проводим, это впервые. И, пользуясь случаем, я, конечно, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо, что вы нашли время вот в конце года, когда столько много дел вы сюда приехали. У нас есть возможность сказать друг другу приятные слова, подвести итоги, что было сделано в прошлом году, наметить планы на будущий год. Я думаю, что наша сегодня работа будет плодотворной. Мы сейчас посмотрим фильм, ну, вы нас сильно не критикуете, потому что это у нас сегодняшний формат такой, вот когда мы собрали специалистов только северо-запада, мы не часто проводим, но мы постарались еще собрать видеоматериал с наших онкологических учреждений, объединить. Времени было немного, он получился так немножко разношерстный материал, я сегодня утром просматривал, но, тем не менее, это очень интересно. И мы, вот обратите внимание по сегодняшнему фильму, как мы растем, как мы изменяемся, и это видно в каждом регионе. Спасибо, и нам с вами сегодня хорошей работы. Спасибо. И будьте добры, фильм дайте. Сегодня на учете в онкологическом диспансере состоят более 16,5 тысяч человек. При этом рак в последнее время заметно помолодел. Как признались врачи онкодиспансера, они уже перестали удивляться пациентам, которые моложе 30 и даже 20 лет. На учете в медучреждении состоят даже дети. И здесь есть над чем задуматься. Врачи-онкологи, хирурги, терапевты, врачи палеотивной медицины и клинические фармакологи со всей республики собрались в Петрозаводске, чтобы обсудить современные методики выявления и лечения рака. По последним данным, в рейтинге онкологической заболеваемости республика занимает второе место по Северо-Западу. По словам главного онколога Северо-Западного федерального округа Алексея Беляева, панацеи от рака нет. Есть только профилактика. Как признались медработники, несмотря на рост числа пациентов, лечить онкологические заболевания сегодня намного легче, чем два года назад. Дело в том, что за это время в больнице были полностью отремонтированы и переоснащены основные отделения – диагностическое, эндоскопическое, хирургическое, а также ИТАР. Приобретено новейшее оборудование для диагностики, облучения и реанимации. Вот необходимые меры, которые помогут сохранить ваше здоровье. Конференции онкологов снова собирают врачей Северо-Запада в Архангельском онкодиспансере. Снова медицина ведет очередное наступление на болезнь века. В качестве эффективного оружия – новые технологии. Гости у нас приезжают, чтобы поделиться опытом, чтобы врачи на местах посмотрели, то есть с нашим оборудованием, с нашим инструментарием, с нашими пациентами научились применять те методы лечения, которые применяются уже и в других центральных научно-исследовательских студиях. За этой дверью идет операция по удалению молочной железы. Ноу-хау в том, что пациентке будет сразу поставлен протез. Как быстро внедрить новый метод в Архангельске, будут решать после коллегии Министерства здравоохранения, на которой сегодня подведут итоги конференции. Профосмотры и диспансеризация населения позволяют выявлять такие заболевания на ранних стадиях. В этом году обследования в рамках программы «Госгарантий» пройдут 150 тысяч жителей Архангельской области. Сейчас у региональных медиков есть возможность консультировать дистанционно жителей даже самых отдаленных районов области. Только за сентябрь в кабинет телемедицинских консультаций поступило более 50 обращений. Вовремя поставленный диагноз напрямую влияет на лечение. Пациенты, состояние которых вызвало опасения врачей, отправлены на дополнительные исследования. Врачи из института имени Петрова завершают свою командировку в Калининград. Специалисты из Петербурга на базе центра на улице Больничной за последние две недели бесплатно обследовали на маммографе 200 жительниц региона. На что обратить внимание при ранней диагностике? Такие семинары параллельно ведут для наших врачей. Например, раннее выявление рака органов малого таза в нашей области всего 4%. Для сравнения в Карелии 98%. Решить проблему поможет онкоцентр. На северо-западе мы единственный регион, где нет такого медучреждения. Большие надежды возлагают и на Центр женского здоровья. По плану он откроется уже этим летом. Прием пациента к Центру женского здоровья на улице Иванникова приостановили буквально на несколько минут, пока работает проверяющая комиссия. Мы понимаем, что действительно здравоохранение недофинансировано. Но говорить о том, что нам надо привлекать дополнительные деньги, у нас внутри системы огромные резервы, как минимум в части закупок оборудования. Каждый врач центра имеет узкую специализацию онколог. По словам представителей Министерства здравоохранения, при необходимости может быть организована работа в две смены или даже круглосуточно. На сегодняшний день наступил 2017 год. И диспансер, в принципе, активно достаточно включился в реконструкцию существующего радиологического отделения. Вы сами видите, идут ремонтные работы, идут достаточно активно. Есть надежда, что до конца года оно будет введено в эксплуатацию, и люди будут находиться уже в более комфортных человеческих условиях. Работы очень сложные, технические системы в очень плохом состоянии, но на сегодняшний момент выделенных средств достаточно. Подрядчики определены, профессиональные люди контролируют ход выполнения работ. Мы обречены на успех, у нас нет другого варианта. Мы эти работы должны выполнить и закончить срок. К концу года отделение, рассчитанное на 60 пациентов, должно быть не только отремонтировано, но и оснащено мебелью и необходимым инвентарем. График подрядчиков, понимающих социальную значимость объекта, согласован с медиками. Лечебный процесс не нарушается и не останавливается ни на минуту. В ближайшие годы, на самом деле, мы сможем со всей открытостью сказать, что да, мы стали современным, соответствующим всем стандартам оснащения оборудования диспансером онкологическим. Но для этого еще нужно много сделать дел хороших, в том числе большая работа будет вестись в следующем году, в 2019 году и даже, наверное, в 2020 году по поводу дооснащения и ремонта, реконструкции наших каньонов, инсталляции туда современных электронных ускорителей. Подключились к этому и депутаты, и правительство Мурманской области. На сегодняшний день работа идет полным ходом. В 2017 году у нас, на мой взгляд, совершилось достаточно значительное событие. Мы переехали в новое здание онкологического диспансера, в новый лучевой каньон, и мы завершили реализацию федеральной программы по развитию онкослужбы в регионе. В новом здании в каньоне было смонтировано и запущено в эксплуатацию современное оборудование. Это линейный ускоритель, это ряд других технологий, которые позволяют нам на современном уровне не только диагностировать, но и лечить практически все стадии онкологических заболеваний. У пациента появилась возможность получать лечение по месту жительства, используя самые современные технологии, которые используются в лечении, в диагностике онкологических заболеваний. И надеемся, что результат нашей многолетней работы позволит снизить и заболеваемость, и смертность от онкологических заболеваний в Псковской области. Медицина в борьбе с этим коварным недугом на месте не стоит, говорят участники конференции. В мире уже идет речь о создании и редактировании генома. Но это в далеком будущем. А сейчас есть препараты, которые вполне способны вылечить то, что еще недавно считалось неизлечимым. Это препараты, которые обучают организм отыскивать опухолевую клетку и ее уничтожать. Впрочем, врачи не устают повторять. Убереться от тяжелого недуга или выявить его на ранней стадии может только так называемый скрининг. Регулярное обследование у врача. От рака никто не застрахован. Но на ранних стадиях тот же рак шейки матки вполне можно излечить. Эту поликлинику за всю ее столетнюю историю ремонтировали только один раз в 70-х годах. И вот теперь поликлинику отремонтировали снова. Для людей с инвалидностью в коридорах и кабинетах установили широкие двери. В здании нет порогов. А современный лифт скажет, на каком вы этаже и куда кабинка отправится дальше. Записаться на прием к специалисту теперь можно, избежав очереди. В холле установлен специальный терминал. Это один из самых современных онкологических комплексов на территории Российской Федерации. Как минимум северо-западного федерального округа. Здорово то, что сегодня мы запускаем оборудование, аналогов которому в Вологодской области ранее не было. Обновленная поликлиника онкодиспансера сможет ежедневно принимать до 300 пациентов. Великий Новгород сегодня посетил главный внештатный онколог северо-запада Алексей Беляев. При этом Алексей Беляев отметил высокий уровень регистрации онкологических заболеваний, что позволяет врачам оперативно выявлять стадию болезни. Первое впечатление сейчас очень такое благоприятное. Работает, как четко все работает, как загружены все ваши мощности. Насколько это все рационально. И порой, где бываешь в регионах, смотришь, не работает какое-то направление. Аппаратура, технологии, говорят, средств не хватает. Здесь как-то к этому относятся спокойно. Мы оттуда берем, лишь бы это работало, понимая свое главное предназначение пациента. Ежегодно в круглосуточном стационаре областного онкодиспансера получают лечение более 6 тысяч пациентов. А с сентября 2015 года в радиологическом отделении ведется и лучевое лечение болезни. Сегодня у нас онкологический диспансер развивается. Вложили очень много для химиопрепаратов. Открываем сейчас новый химиотерапевтический корпус. В Кузболе в нашей садке очень современный. К сожалению, на сегодняшний день на собственные еще радиологические службы нет. Мы пользуемся услугами Института онкологии. Мы достаточно хорошо сотрудничаем. И их помощь очень большая. Они нам не отказывают. В городском онкодиспансере Петербурга представлен весь спектр основного современного оборудования и передовые методики диагностики оказания помощи. Ежегодно наши врачи совершенствуют свои навыки. Достижением 2017 года стало голосовое протезирование после ларингоктомии. Сотрудничество с Каролинским институтом в Стокгольме позволило нам освоить эффективные методы оказания помощи таким пациентам. Ежегодная смена протеза производится амбулаторно в нашем центре реабилитации. Восстановление трудоспособности, сохранение социального статуса и даже сохранение семьи – сейчас основные критерии реабилитации после ларингоктомии. Санкт-Петербургский онкологический центр, расположенный в поселке Песочный, является самым молодым учреждением онкологического профиля не только в нашем городе и северо-западном регионе, но и в стране. Одно из таких приоритетных направлений нашего центра – это наследственные опухоли. И наследственные опухоли примерно составляют от 7 до 10% всех опухолей. Это передается по наследству, это передается касается не только женщин, но и мужчин, потому что у мужчин тоже риск развития некоторых опухолей увеличивается. Это очень серьезная проблема, когда касается здоровых людей. Как правильно поступить и когда какие-то действия предпринимать. Санкт-Петербургская больница Российской Академии Наук была основана в 1962 году по распоряжению Президиума Академии Наук СССР. Здесь оказываются все виды высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи гражданам по различным направлениям медицинской деятельности. В современной медицине по-прежнему актуально известное изречение Великого Гиппократа – нас трое – я, ты и твоя болезнь. Если мы с тобой объединимся против болезни, мы победим. В 2017 году исполняется 55 лет с момента основания Санкт-Петербургской больницы Российской Академии Наук, которая по праву считается одной из ведущих клиник не только в Северной Столице, но и среди других медицинских учреждений Российской Академии Наук в нашей стране. Новый корпус Российского научного центра радиологии и хирургических технологий открыли в Петербурге. В церемонии приняла участие глава Минздрава Вероника Скворцова. Она осмотрела операционные и лаборатории. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволяет оказывать помощь даже пациентам с очень сложными диагнозами. Для борьбы с онкологическими заболеваниями в центре применяют передовые отечественные и мировые технологии. Более эффективному лечению с помощью изотопа способствует и исследование в области ядерной медицины. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души мы поздравляем вас с 90-летием одного из ведущих онкологических центров страны, Института онкологии имени Петрова. Нужно отметить, что институт имеет не только славную историю, но самые последние годы существования института показывают нам необыкновенно эффективное его развитие. Институт стал национальным научно-практическим медицинским центром Российской Федерации, курирующим вопросы развития онкологии и в плане научных исследований, и инновационных разработок, и безусловно медицинской деятельности, и научно-организационной, и организационно-методической деятельности. Более 200 научных сотрудников в настоящее время работают в институте. Омиксная технология, технология изучения канцерогенеза, самого раннего выявления онкологических процессов, развитие молекулярно-генетических, молекулярно-биологических, биохимических, морфологических и других исследований связано с вашим институтом. Благодаря его разработкам вся страна начинает использовать высокотехнологичные новые методы диагностики и лечения. Глубоко, уважаемые коллеги, я хочу от всей души поблагодарить вас за ваш благородный труд, сказать о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации всячески поддерживает развитие института и видит в развитии института будущие онкологии страны. Поздравляю вас! Субтитры создавал DimaTorzok